В Ненинском округе дан старт всероссийской акции «Блокадный хлеб» в ознаменовании исторической даты Великой Отечественной войны, прорыву блокады Ленинграда. Студенты аграрно-экономического техникума испекли блокадный хлеб по специальной рецептуре. Он отличается от настоящего блокадного тем, что все ингредиенты пищевые, тогда как в блокаду в хлеб добавляли опилки и целлюлозу. Подробности Ольги Руссул. Овсяная лука, дрожжи, сахар, соль. Студентка Екатерина Хатанзейская перечисляет ингредиенты, которые входят в рецептуру блокадного хлеба. Сейчас они только пищевые. В настоящий же ленинградский хлеб добавляли опилок и целлюлозу, лишь бы не умереть от голода. Тесто липкое и неподатливое. Формировать буханку совсем непросто. Каждая 700 граммов. Ключевым символом всероссийской акции «Блокадный хлеб» является кусочек хлеба в 125 граммов. Именно такая минимальная норма была установлена во время блокады Ленинграда. Акции «Блокадный хлеб» в Ненецком округе в таком формате проходят впервые. Если раньше студентов просто ознакомили с особенностями рецептуры такого хлеба, то в этом году было решено его испечь самим. Сейчас вот студентка сформовала булки. Эти булки она поставит сначала для расстойки, для того, чтобы тесто немножко подошло, а затем мы будем выпекать. Выпекаем мы, конечно, в современных уже печах при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Тем временем очередная партия «Блокадного хлеба» готова. И так как в его составе только пищевые ингредиенты, то его можно даже попробовать на вкус. Я считаю, что мы должны знать, как питались в те годы и какую норму соблюдали, чтобы не забывать память и попробовать вот это, как готовят, как на вкус. А в Ненецком округе акцию «Блокадный хлеб» организует региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. В дальнейшем хлеб будет нарезан на кусочки, на минимальные нормы выдачи хлеба. Это 125 грамм и 250 грамм. И эти кусочки в дальнейшем будут переданы в образовательные организации нашего округа для организации выставок. И эти куски будут как экспонаты. Акция в Ненецком аграрно-экономическом техникуме дает начало целой череде мероприятий. Следующими к ней подключатся работники Нижнепечорского потребительского общества. Они планируют выпекать свой «Блокадный хлеб», который рассчитан на массовую дегустацию, так как рецепт для него разрабатывался архангельскими технологами и был максимально приближен к «Блокадному хлебу». Напомню, день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, день воинской славы России, отмечается 27 января. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.